Бывали ли вы когда-нибудь в Украине? Да! Почему? Не нравится? Незачем. Бывали ли вы когда-нибудь на Украине? Нет. Да. Это Азовское море, лагерь рядом с Бердянском. Понравилось больше? Нет, не было. Не довелось, я и в Москве-то недолго. Нет. Почему? Просто не была. Хотели бы присоединить Украину к России? Нет, не была. Просто не было такой возможности. Нет, не было. Не было причины приехать. Не, ни разу не было. Был очень давно в Киеве. Понравилось? Ну да, в принципе. Да, в Киеве. Понравилось? Конечно. Нет, не было возможности, ну я никогда не планировал куда попасть. Нет, не доводилось. А почему страна не нравится или так просопала? Я родился в России. Нет, ну так просто получилось, да. Да, бывал. Была в Киеве и во Львове. Очень красивая архитектура, очень красивые, колоритные города. Я бы сказала, в таком даже европейском стиле. Наверное, это больше всего запомнилось. Я бывал в городе Судак. Это было в детстве. Гуляли с отцом по горам. И кафешка была прикольной, каждое утро там завтракали. Да, у меня прабабушка там живет. Жила, точнее. Две прабабушки даже. Понравилось вам? Да, люблю очень Украину. И люди там хорошие, добрые. Да, когда еще Крым был, Украина. А где конкретно? Судак. Не очень. Почему? Нет, природа, красиво все. А условия? Нет, условия были не ахти. Нет, нет, не доводилось. Почему? Ну, как-то не представлялось. Очень давно, в детстве, когда еще не было такой сильной напряженной обстановки. Целок не давал? Да, но, кстати, я помню, что даже на тот момент мне родители говорили не говорить по-русски. Я из Чувашии, мы знаем чувашский язык, и они говорили по-чувашски, чтобы к ним не было вопросов. Нет, к сожалению, не успело. Вообще, ни в начале всего, ни после собирались, на самом деле, в Киев съездить. Да. Город мне Дембратеровский последние, там, два года, я там побывал четыре раза. Мне понравилось, у друга понравилось, а в целом, в целом нет. А что не понравилось? Отношение к русским не понравилось. В общем, все очень тяжело, практично. Причем, это восточная часть, это нормально. А в Киеве вообще караул. Ну, туда на запад я к западенцам даже не ездил, не рискнул. Ну, то есть, к вам как-то грубо относились там? Ну, слышу мой московский акцент, то есть, как бы, были проблемы. Потом я ехал как-то в автобусе, рядом со мной сидели два молодых парня, и их разговор. Ну, я невольно был свидетелем. Будем русских закатывать танками в землю. Ну, в общем, там, кацапаем, москали, и так далее, и так далее. Ну, в таком ключе все было. Это было вот два года назад. Это не сейчас. Нет, просто не доехал. Хотел туда сгонять в пару мест. Ну, Днепропетровск, Кривой Рог и Киев. Ну, и, конечно же, Чернобыль, но туда сложно попасть. Вот, но в ближайшее время я туда, в принципе, не попаду, судя по всему. Я был в городе Севастополь, когда он еще был городом Украины. Лет шесть подряд туда ездил. Очень хороший город. Какие впечатления? Море, солнце, Херсонес, каменный пляж, родственники. Я был очень маленький, и мы все время сражались еще с... Сражались с субкультурами между рэперами и панками. Мне, в принципе, нравился этот город. Я был в Киеве. Прикольный город, мне понравился. Центр очень красивый. Люди очень приветливые были. Но я тогда... Это был, наверное, 2012 год. Я ездил туда работать на съемки. Вот, мне очень понравилось. Как вы считаете, где лучше? В России или в Украине? Вы знаете, я скажу так. Хорошо тогда, когда народ свободен. Самый дорогой для человека – это свобода. Если человека обрекают на какое-то психологическое... Какое-либо любое рабство – это уже нехорошо. Как вы считаете, где сейчас лучше? В России или в Украине? По крайней мере, в России. Не могу сказать. На данном этапе? Нигде. Но где сейчас хорошо? Смотря что считать Россией, где в России лучше? В Москве или не в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге. Опять же, я не улавлю, а в Украине никогда не могу сказать, насколько там пластынь или нехорошо. Каждый выбирает. Мы как человеку комфортно жить в каком городе. В каком месте там, в каком окружении там он и живет. Ну, это спорный вопрос. Лучше кому? Мне здесь хорошо. На данный момент в Украине сейчас явно не лучше, я думаю. А так затрудняюсь ответить, если до вот этого времени. Наверное, все-таки в России. Ну, я в Украине не был, поэтому, не знаю. Естественно, в России пока лучше. Потому что там... Вот это вот все. Кому как. Опять же, если я там не был, понимания у меня нет, как там, как здесь. Ну, то есть, здесь я вот привык, то есть уже и, соответственно, за границу вообще не выезжал. Поэтому сравнить мне, наверное, не получится. Я думаю, в России сейчас проще. Наверное, в Украине. Там свободно. А, думаю, не там и не там. Ну, на данный момент, конечно, там лучше, наверное. А до всей этой ситуации? Я не знаю. У меня многие друзья уезжали в Киев и говорили, что там прикольно. Я не знаю, я в современной Украине не был, грубо говоря. Потому что я был до 14-го года. Ну, мне понравился Киев тогда. Я проезжал на поезде всю Украину и всю дорогу видел достаточно... Ну, такую ситуацию, похожую на Россию, когда ты езжаешь от Москвы, типа, все такое пошарпанное и уничтоженный совок. Вот. А в город, когда заехал, мне очень понравилось. Прикольно там. Мне кажется, для каждого хорошо там, где ему хорошо. Он сам решает, нравится ему это или нет. Именно долгое время, но там мои друзья там живут. Им, в принципе, как бы устраивает, наверное, как бы их местное правительство. Там везде как бы есть свои подводные камни. Но если ты как бы в своей стране свободен, если ты в своей стране можешь иметь право на свободу, можешь иметь право высказаться и как бы не сидеть где-то в тюрьме, то это уже как минимум хорошая страна. Как считаете, где сейчас лучше живется? Ну, в России или в Украине? Ну, что? Как же в России? Ну, что? Ну, на Украине, ну, я в курсе. Дело в том, что когда я был на Украине, я интересовался вообще их жизнью. Я разговаривал с продавцами, с таксистами, с простыми людьми. Вот так, как они живут. Вы бы их послушали тогда, то, что они мне говорили. То есть, как бы пенсии, там, 3 тысячи гривен, это вообще ничего. Это у них там полторы тысячи гривен, там, тогда стоила там коммуналка. В общем. Ну, на улице я видел, я лично видел в Днепре, я видел, как вот как у нас 90-е, там продавали такие-такие-такие маленькие базарщики, там, ручки дверные, какие-то там тазики, кастрюльки. Люди выживали. В основном жили, как они говорят, они жили за счет глубинки. Ну, и такие рынки, такие хаотические возникающие, там привозили из деревень все, что можно было там.